Как бы нам того не хотелось, природа не бесконечный ресурс, поэтому забота о ней – работа человека. Для этого устанавливаются правила, пишутся законы и назначаются ответственные службы. И вместе с тем появляются те, кто усердно старается эти правила нарушать. Поэтому одна из основных задач Департамента охраны животного и растительного мира – ловить злостных нарушителей и предостерегать остальных. Мы проверяем полностью всех рыбаков, которые задействованы на лову рыбы. Как правило, у нас направление – это незаконная добыча рыбы с запрещенными орудиями добыча рыбы. Основное – это установка запрещенных орудий, как лесковая сеть. Любителям рыбалки следует знать – за незаконные сбыты хранения рыболовных сетей предусмотрено наказание в виде штрафа до 1450 рублей. Кроме того, далеко не всем известно, что даже старые дедовские сети, которые висят на чердаке, могут стать причиной для разбирательства. Белорусы могут добровольно сдать запрещенные рыболовные сети и при этом не платить штраф. Для этого необходимо обратиться в инспекцию охраны животного и растительного мира. Специалисты сделают замеры и заберут снасти. На водоемах страны наступило время весенних запретов. Они связаны с началом нереста у большинства видов речных обитателей. К примеру, с 1 апреля по 30 мая рыбачить можно только с одной удочкой и с одним крючком. Браконьер будет обязан возместить вред по тройным таксам. Также на протяжении всего периода запрещено пользоваться маломерными судами. А что вы чаще всего ловите? А вон на удочку. На удочку? Да, пришел отдохнул и все. Не так как рыба, как это. Посидеть. Что дома делать? А на что ловите? На червя, на шитика, на парыша, короче. Всякое. А давно рыбалкой занимаетесь? С детства. Представители департамента в основном проводят пешие рейды. Машина привлекает слишком много внимания и слышна издалека. Казалось бы, какую территорию можно охватить без автомобиля. Но тут на помощь приходит маленький тихий дрон с дальностью полета 8 километров. С высоты 200 метров легко обнаружить нарушителя. А скрыться от робота практически невозможно. Максимальная скорость 70 километров в час. Можно четко рассмотреть, что происходит. И, как говорят жулики, что будут стрелять, когда общаемся с некоторыми, получается, во время видеосъемки, видео, фото сохраняется сразу же на компьютер. В Беларуси начал действовать запрет и на ловлю судака. Если эта рыба случайно попалась на удочку, ее нужно отпустить. Иначе грозит крупный штраф. Ограничения будут действовать до конца мая. Напомним, причинение вреда на сумму 100 и более базовых величин влечет уголовную ответственность. Такой жертвы не стоит даже самый крупный улов.